итак друзья всем доброго дня сегодня у нас интересное видео по сути это продолжение видео про масло форсунку вот здесь вот первая часть перейдите посмотрите там я очень подробно рассказывал про три типа масляных форсунок для чего не нужны там и так далее и тому подобное в этом видео я все-таки хочу подумать что такое масло форсунка это добро или зло скажем так почему у меня возникла ну как бы идея записать это видео ко мне обращаются на канал люди которые уже капиталили моторы там при 100 120 150 тысячах даже в одной известной скажем так конторе но у них после вот их ремонта возникает ну как бы огромный расход масла то есть масло жрется один мне парень писал серега слушай до этого у меня расхода масла не было от слова вообще ну то есть от замены до замены там десять тысяч километров масло вообще стояла в уровне скажем так после того как нет капитале движок поставили масло форсунки надо началось расходоваться масло сейчас я не буду врать но реально там ну приличный объем масла уходит на 10 тысяч там ну до полу литра что ли как то вот так вот почему такое происходит ведь если вы провороните скажем так объем масла свой вот вы привыкли ездить на двухлитровом двигателе и можно сказать не смотреть уровень масла от слова вообще то если у вас критически упадет объем масла вы можете свой движок загубить потому что будет масляное голодание там ну и так далее там подобное я не буду объяснять все наверное знают к чему это может привести я думал тоже раньше что легко и просто поставить масляные форсунки почему киа хендай не поставили эти масляные форсунки это всего четыре тысячи рублей и задиров тогда нету и вот мне парень пишет туда действительно задиров нету проехал он уже достаточно там большой пробег от задиров даже нету как бы намека но напрягает расход масла почему такое вот именно происходит именно с расходом масла вообще некоторые производители не ставят масляные форсунки свои движки особенно те кто имеет еще там чугунные блоки там и так далее также вот такие допустим хендайки они не ставили свои двухлитровые моторы маслофорсунки и этому видно была причина вообще маслофорсунка она прекрасно уберегает двигатель от разогрева и меру именно вот камеру сгорания она подает объем масла и позволяет снять там от плюс 30 по моим до плюс 50 градусов вот именно вот здесь вот соответственно никаких задиров у вас не будет потому что все это еще охлаждается маслом плюс 50 от по моему трубов в мешках снимается да вот температуру потому что там разогрев все-таки больше но а мы получаем обратную сторону медали как это работает вот смотрите у hyundai kia форсунка вот это вот фирменная форсунка но оригинальная скажем так она открывается у нас при одной атмосфере если у вас давление в двигателе ниже одной атмосферы например холостой ход она не открыта она не работает когда у вас обороты растут там две три и так далее тысячи оборотов давление масла в системе растет там по моему до четырех атмосфер она может вырастать соответственно вот из этого носика идет огромная струя масла которая подается у нас ну в днище поршня вот куда-то вот сюда вот подается соответственно поршень у нас охлаждается и все как бы хорошо если вы капиталите движок который не рассчитан на масляные форсунки вы соответственно ставите поршень кольца и так далее рассчитаны на двигатель без масляных форсунок но это друзья не работает почему потому что когда масло подается из масляные форсунки объем вот масла да он в разы больше если не десятки раз больше то есть на стенках вот здесь вот на стенках под поршнем у вас находится масло ну намного больше соответственно в поршне должны быть больше масло отводящих каналов у них эти поршни должны быть там специальные у них должны быть другие зазоры между поршнем и стенками блока цилиндров должны быть другие маслосъемные кольца чтобы они более эффективно снимали масло тот поршень который вы ставите он не рассчитан на такой объем масла соответственно какой-то объем масла у нас проходит камеру сгорания небольшой объем до сгорает и уходится отработанными газами и вот этот объем он вроде небольшой но он постепенно уходит 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 это как раз может вылиться в пол литра в литр на 10 тысяч километров простыми словами вам нужно пересматривать сам поршень саму поршневую там и так далее и тому подобное если вы ставите вот заводские поршни которые у вас стояли без масло форсунок то это работать не будет он будет жрать у вас масло простой пример у меня киа оптимус двухлитровым двигателем там нет масло форсунок масло стоит по уровню вообще ну как бы никуда не уходит у соседа хендай sonata там тоже стоит двухлитровый двигатель такой же как у меня но там уже стоят масло форсунки и масло форсунки прекрасно охлаждают этот движок я думаю там задиров не будет и 200 250 свой ресурс он выходит по-любому но он также не расходует масло потому что скорее всего там стоят немного другие поршни насверлите банально там масло отводящих каналов больше другое маслосъемное кольцо поставьте может быть чуть потолще ли какой-то другой конструкции и все у вас жора масла не будет почему не было у нас скажем так жора масла на старых моторах вот просто для понимания вот это вот картинка друзья потому что сейчас у нас идут таблеточные поршни у них есть много проблем они там перегреваются и так далее но для масла для жора масла здесь всего есть две проблемы первое это тонкое маслосъемное кольцо с малым количеством каналов второе это то что таблеточный поршень у нас может гулять то есть если взять у нас цилиндр двигателя вот тут поршень когда на него давит вот здесь вот сверху газы он просто может в цилиндре и на какие-то там соточки гулять соответственно масло также может у нас прорываться каких-то малых количествах но на большой пробег это масло у нас может уходить старые поршни они были намного длиннее скажем тогда ну практически вот здесь смотрите в два раза на него давил вот эта воздушно-топливная смесь воспламенившиеся но он у нас намного меньше гулял то есть вот этого гуляния в цилиндре практически не было также у него были огромные компрессионные кольца маслосъемные кольца но посмотрите здесь какая канавка и здесь какая здесь практически не видно а здесь она на я знаю там 2 наверное раза больше соответственно маслосъемное кольцо у нас был здесь огромное конечно старые движки тоже жрали масло и уровень падал но это был зачастую из-за того что дали лили там минералку либо полусинтетику сейчас наверное минералку и полу Синтетику никто в свои движки не льет. Сейчас в основном синтетику льет, а она у нас практически не угорает, если какая-то качественная идет. Когда вы капиталите движок старой конструкции, вам нужно пересматривать еще конструкцию вот этих поршней. Возможно нужно ставить более свежие поршни, которые ставятся сейчас на данный промежуток времени на автомобиле с маслофорсунками. Также нужно учитывать вот эти вот зазоры, допуски между поршнем и, скажем так, цилиндром двигателя. Кто-то делает вот кучу мастеров на ютубе, кто-то делает 4 сотки, кто-то там 6, кто-то вообще говорит, что нужно делать 10 изначально. Тогда и маслофорсунки ставить не нужно, но 10 соток это, ну блин, огромный такой зазор, огромный вот этот вот допуск. Тут еще хочется сказать про материал, чугун или алюминий. Вот чугунный двигатель, его он практически не терял свою форму. То есть у него как было, ну там идеальный круг, через 200, 300, 400 тысяч километров этот круг так и остается. Ну в смысле цилиндр. На движках с алюминиевыми блоками, да, с покрытием там, либо с тонкостенными чугунными гильзами, этот блок со временем начинает плыть. То есть не идеальный уже круг идет, а он становится эллипсом. Соответственно поршень вот в этих вот местах у нас хорошо снимает масло, а вот в этих местах у нас уже появился эллипс и маслосъемное кольцо, оно не так эффективно убирает масло. Соответственно масло у нас будет проходить так же наверх, угорать в камере сгорания и с отработанными газами будет уходить. Что делать? Просто нормально нужно капиталить, искать конторы, которые будут как бы не тупо вам масло форсунки врезать, а еще как бы пересматривать поршневую. Либо там какие-то отверстия сверлить, либо какие-то маслосъемные кольца ставить, либо поршень вообще от новой ревизии. Тогда жор масла вы практически уберете на нет. Но нужно понимать, что масло форсунка под давлением вот сюда вот, она как бы сыт это масло вверх и какой-то расход масла, ну это абсолютно нормально. То есть когда у вас под давлением в 4 атмосферы вот сюда вот вверх подается масло, поршень даже какой бы он идеальный не был, он не сможет удалить всю вот эту вот масляную пленку. Это как бы обратная сторона медали масло форсунки. Так что если у вас стоят в движке масло форсунки, то скорее всего этот движок у вас будет немного поджирать масло там допустим на 10 тысяч километров. То есть если вы укладываетесь там я не знаю в 200-300 грамм, ну мне кажется это ну не такая большая плата, чем капитальный движок от задиров там в 100-120 тысяч километров. На этом все друзья, я думаю мое видео было вам интересно. Напишите как вы думаете почему еще двигатель с масло форсунками может сжать масло. А у меня друзья на этом все, всем пока.